Стрельцы, всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер и я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы с вами будем делать ваш Таро прогноз на июль 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Первая колода это Таро темный особняк, она у нас будет основная и вспомогательная. Это Таро театр кукол Марии Курары. Для тех, кто впервые на моем канале, хочу рассказать порядок работ. Значит мы с вами посмотрим общие тенденции месяца, а также что вас наиболее вероятно будет ожидать в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс мы посмотрим у карт совет, как вам наиболее продуктивно провести данный месяц. Хочу напомнить, что расклад является общим, он не может однозначно отыграться для каждого из вас. Примите это пожалуйста во внимание. Просто воспринимайте данную информацию как пищу для ума и размышлений. Ну давайте с вами будем смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает в плане финансов? Здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, давайте с вами будем смотреть. Так, думаю карты вам хорошо видно. Все, поехали. Общая атмосфера месяца. Ну здесь колесо фортуны. Во-первых, это карта каких-то резких перемен, перемен кардинальных, но перемен в лучшую сторону. Плюс на повестке дня это знаете как тоже эмоциональная встряска, захочется отдохнуть, чем-то себя побаловать, порадовать. Это могут быть какие-то ваши выездные мероприятия. Не важно. Может быть, не могу сказать, что прямо там на море или в театр, или в какой-то дельфинарии, то есть какие-то общественные места. Возможно какие-то выставки, либо ярмарки, либо на галерею. Либо просто поехать точечно в то место, допустим, вы увлекаетесь чем-то и поехать посмотреть. Ну, как вариант, я не знаю, вот может вы танцами увлекаетесь, если будут проходить какое-то соревнование, вы захотите в нем поучаствовать. То есть эмоционально наполниться, насытиться, восстановиться. Плюс эта карта тоже, которая указывает на поездки, путешествия, на переезды, на вопросы отпуска. Ну давайте дотянем, будем смотреть. По пашу жезлов это может быть также связано для некоторых, особенно если вы бабушка, либо дедушка. Приезд внуков, детей, это опекунство. Вопросы, в принципе, с этим связаны. Для кого-то, в принципе, это могут быть вопросы опекунства. То есть если кто-то делит детей и вопросы имущества. Ну и в целом это какие-то позитивные финансовые новости, те, которые у вас будут проходить в рамках этого месяца. Что же в плане работы? По работе у вас все прекрасно. Старший Аркан Солнца. Видите, вот для, особенно если вы, как я говорю, неработающий пенсионер, акцент на внуков. Как заниматься обучением, образованием, вопросами, в принципе, каких-то, знаете, донесений естественных наук. Ну и совместный отпуск, совместное времяпрепровождение. Может вы захотите организовать частный детский сад, либо репетиторские занятия. И на счет этого вы будете зарабатывать. Если вы в статусе соискателя. Сейчас будем дотягивать с вами, смотреть, что у вас тут. Ну, Солнце, Звезда, это однозначно как бы успешно пройденное собеседование. Но дело в том, что вопрос вашего трудоустройства может здесь несколько затянуться. То есть само трудоустройство у вас может состояться в августе. Потому что здесь нужно еще как бы ожидать. Если вы в статусе наемного работника. Периоды отпусков. Потому что по связке карты, так как отдыхать, уезжать. Это, в принципе, какие-то планы, связанные с восстановлением. Ну, для единиц, не для всех. Это, может быть, процентов от 10 до 15. Отыграется здесь ситуация повышения. То есть продвижение по карьерной лестнице. Ну, и как следствие увеличение дохода. Если у вас свой собственный бизнес, здесь и как вопросы отдыха для некоторых отыграться. Так и вопросы, в принципе, резкого спроса на ваши товары, на ваши услуги. То есть, знаете, как активно пойти в рост. И вы будете этим довольны. Поэтому, знаете, такая будет позиция. Кое железо пока горячо. Что у вас здесь по финансам? Ну, финансы, во-первых, многие из вас будут тратиться на детей. Некоторые из вас будут тратиться на вопросы собственного обучения. Кто-то будет тратиться, например, на детские оздоровительные какие-то центры, лагеря и так далее. Или совместные поездки. Плюс это вопросы курсов, стажировки, повышения квалификации. То есть вы можете как обучаться сами, так и обучать кого-либо. Начиная как от детей, студентов, то есть проводить какие-то курсы. И за счет этого иметь прибыль. Причем прибыль, которая вас действительно порадует. По вопросам здоровья. Вот здесь обострение хронических заболеваний. То, на что, возможно, вы какой-то длительный период закрывали глаза, либо отмахивались. Здесь может проявиться. И для многих это отыграется. Вопросы, связанные с почками, надпочечниками. И вопросы стоматологии. Но тут не резкая боль. Это знаете, я сейчас объясню. Допустим, кому уже нужно там ставить мосты. Мосты, либо, ну то есть, это в большей степени касается людей пенсионного возраста. То есть вот здесь какие-то серьезные проблемы стоматологии, которые вы длительный период затягивали, откладывали. Теперь будет нужно над этим активно поработать. Вот на это вам дают акценты указания карты. Что здесь по личной жизни? А вот здесь почему-то как-то тяжко. Ну давайте прояснять. Потому что сама по себе карта, она либо указывает, что либо вас уже, знаете, как угнетает состояние одиночества, либо вас угнетает формат текущих взаимоотношений. Так как все вы абсолютно разные, кто-то свободен, кто-то в отношениях. Давайте будем прояснять ситуацию для каждого из вас. Что же вас здесь ожидает, к чему вам готовиться. Итак, для тех, кто на текущий момент свободен. То есть здесь это больше будет как анализ того, что со мной не так, либо что я делаю не так. Это будет, в принципе, знаете, такая вот позиция. Не то, чтобы выслеживать жертву. Кто-то вам нравится, это как попытки выяснить и выудить больше информации, присмотреться, понять, а стоит ли вам, к этому человеку проявлять симпатию. Потому что по связке этих карт еще кому-то, знаете, как тяжело решиться на первый шаг. В плане проявления внимания, либо как-то сакцентировать человека на вас, чем-то его зацепить. Но здесь многие будут заниматься вопросами самокопания. То есть, что я не так делаю, почему, почему не клеится личная жизнь, либо почему проигрывается один и тот же сценарий. Ну, то сразу могу сказать первопричина вас. Слишком много на себя берете. Берете в каком плане? Ненужных обязательств. То есть, если вы женщина, то вы тянете на себе и мужскую роль, и женскую. То есть, знаете, как вол. Знаете, какая вот позиция? Я все сама. Вот от этого категорически вам нужно отказываться, это пытаться нужно будет прорабатывать с психологом, потому что, ну, видимо, самостоятельно не получается. То есть, иными словами, мужчины в вас не видят именно женщину. Вас могут видеть друга, вас могут видеть пообратима, вас могут видеть женщину, то есть, как бы, да, для приятного времяпрепровождения, но не женщину, которой нужно заботиться. Почему? Потому что вы сами этому не даете раскрыться. Если же у вас ситуация любовных треугольников, четырехугольников, то у вас это, ну, знаете, как порядком измотало. Будет анализ этой ситуации, а нужно ли вам это, зачем, почему и стоит ли в этой ситуации находиться, потому что она действительно вас уже обременяет, и вы не хотите развивать эту связь. Да, в рамках этого месяца вы еще можете общаться, поддерживать отношения, но здесь уже пошел глубокий анализ, а стоит ли себя этим обременять. Давайте теперь смотреть для тех, у кого стабильные семейные связи. Так, а здесь почему-то какие-то переживания и страхи. Сейчас будем смотреть, с чем это связано. А здесь почему-то переживания и страхи, что вы этого уже все не вытягиваете, что здесь может быть момент разрыва взаимоотношений, что здесь идет накал страстей. А почему? Потому что неважно, мужчина вы либо женщина, тянете все на себе, и вы от этого устали. Потому что хотите здесь понимания, хотите здесь поддержки, причем поддержки не только эмоциональные, но и финансовые. Здесь, если проанализировать по связке карт, почему-то остро стоят финансовые проблемы, то есть как нехватка денег. Причем неважно здесь могут быть какие-то кредиты, долги. Это просто, знаете, как несопоставимое распределение доходов и расходов. Допустим, вы тянетесь, вкалываете, вкалываете, ваш партнер или партнерша транжирят, либо хотят жить на широкую ногу, и вы от этого уже устали. И здесь переживание, что со всем этим делать. Ну и давайте смотреть, что у вас здесь в плане совета. В плане совета у вас пятерка Пентакли. Как говорит Эдеркан, любой кризис – это фаза роста. Не зря я вам сказала про деньги, потому что по пятерке Пентакли – это колоссальная нехватка средств. Ну все. По уровню жизни, на какие-то, в принципе, свои личные хотелки. Там, может быть, это пойти в ресторан куда-то поехать, купить себе что-то новое. И вот этот вот кризис, эта фаза роста, они как раз вас будут толкать на поиск нового источника заработка. Плюс, помимо всего прочего, вот эта вот карта, знаете, как поможет вам разобраться. В этом месяце будет складываться столько ситуаций, когда вы поймете, кто друг, кто враг, а кто просто так. И, да, будете отсекать с действием нужных людей. Да, это будет болезненно, да, это будет тяжело, но, к сожалению, необходимо. Если просто проанализировать месяц в целом, то, видите, месяц знаковых перемен. Отличное у вас будет положение по работе, по финансам. Остальное, конечно, желает лучшего. Но тут уже, как говорится, как есть. Ну, давайте с вами дотянем на вспомогательной колоде, на чем вам необходимо еще здесь сделать акцент. Ну, вот смотрите, на чем нужно сделать акцент. Давайте с вами рассуждать. Первый же аркан, у вас падает пятерка материи. Вот она у вас, та же самая пятерка материи, падает здесь. Вот, даже вам пододвину, чтобы вы увидели. Кризис. Все те плоды, труды, над которыми вы старались, не дали никаких результатов, не принесли. Все тщетно, все напрасно. Это может касаться как взаимоотношений, это может быть, в принципе, как кризис среднего возраста. А у кого-то как просто, для чего я живу, зачем, почему и какова моя задача. Так вот здесь, это выльется у вас как какой-то стрессовый фактор, потому что вот у вас здесь падает перевернутый король эмоций. Это как быть в какой-то ситуации эмоционального раздрая, невидения и непонимания, что с этим делать. Так вот, что вам с этим совсем делать? У вас падает туз материи, либо он же туз пентакли, орган проявления и впоследствии процветания. Это такая вот позиция, как из ничего сделать что-то. Значит, карты вам здесь четко указывают на ситуацию дополнительного источника заработка. Причем для большинства из вас это то ремесло, которым вы отлично владеете, ваше хобби. Вот то, что вы делаете с душой и, кстати, для многих то, что вы делаете руками. Поделки, рисуете, вяжете, играете на гитаре, не имеет значения. Развивайте это, активно в это вкладывайтесь, доносите в качестве курсов дополнительной информации. И это вам будет приносить очень хорошие деньги. То есть не пускайте на ситуацию на самотек. Заострите на это внимание. И когда весь свой потенциал, вы будете вкладывать какое-то новое дело, новое начало, у вас автоматически подтянутся другие сферы жизни. Потому что не будет страхов, не будет переживаний. Не будет у вас просто времени вкладываться, либо выяснять взаимоотношения. Потому что вы всецело будете погружены в нечто новое. То, что вам будет давать стимул, силы, вдохновение и материальную поддержку. Чего я вам искренне и от всей души желаю. Вот такой у вас выходит месяц. Напишите мне, пожалуйста, как он для вас отыграется, либо не отыграется. Я буду ждать от вас обратной связи. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Если по вопросам обучения, то пишите на вайбер или ватсап. Анастасия, моему админу, она ответит на все ваши вопросы. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова